как почистить ноутбук проблемы заключающиеся в том что ноутбук сильно греется или выключается во время игр и других ресурсоемких задач наиболее распространены среди всех прочих проблем с ноутбуками одна из основных причин ведущих перегрева ноутбука пыль в системе охлаждения в этом видео будет подробно изложено как почистить ноутбук от пыли современные ноутбуки а также их более компактный вариант ультра буки представляет собой достаточно мощные железяки с мощным аппаратным обеспечением железо которого процессе работы свойственно вырабатывать тепло особенно в тех случаях когда ноутбук выполнен выполнять сложные задачи это лучший пример современной игры так что если ваш ноутбук становится горячим в определенных местах или выключается сам по себе самый неподходящий момент а вентилятор ноутбука гудит и шумит громче чем обычно наиболее вероятная проблема это перегрев ноутбука если гарантия на ноутбук и стекла то вы смело можете следовать данному руководству для того чтобы почистить ваш ноутбук если же гарантия еще в силе тут нужно быть осторожным большинство производителей ноутбуков предусматривают лишние гарантии случае самостоятельной разработки ноутбука а именно это и мы будем делать итак рассмотрим первый способ чистки ноутбука для начинающих данный способ очистки ноутбука от пыли предназначен для тех кто недостаточно хорошо разбирается в компьютерных компонентах даже если вам не приходилось разбирать компьютеры и тем более ноутбуки раньше следуйте описанным ниже шагам и у вас все получится необходимы следующие инструменты отвертка позволяющего убрать нижнюю крышку ноутбука второе баллончик со сжатым воздухом имеется в магазинах хозяйственных в продаже третье чистая сухая поверхность на которой будет производиться чистка и четвертое антистатические перчатки не обязательно но желательно шаг 1 убираем заднюю крышку прежде всего полностью выключите ваш ноутбук он не должен быть в режиме сна или гибернации отключите зарядное устройство и извлеките аккумулятор если это предусмотрено вашей моделью сам процесс снятия крышки может отличаться но в общих чертах вам потребуется первое открутить болты на задней панели при этом нужно учитывать что на некоторых моделях ноутбуков болты могут находиться под резиновыми ножками или наклейками также в ряде случаев болты могут находиться и на боковых гранях ноутбука обычно сзади второе после того как все болты откручены снимите крышку в большинстве моделей ноутбуков для этого требуется сдвинуть крышку в какую-либо сторону проделайте это аккуратно если будете ощущать что что-то мешает убедитесь что были откручены все болты шаг 2 очистка вентилятора и радиаторов большинство современных ноутбуков имеют систему охлаждения схожую с той что вы видите на экране системе охлаждения используются медные трубки соединяющие чип видеокарты и процессор с радиатором и вентилятором для того чтобы очистить систему охлаждения от крупных кусков пыли для начала можно воспользоваться ватными палочками а также после этого очистить остатки с помощью баллончика с сжатым воздухом будьте осторожны трубки для отведения тепла и ребра радиатора можно случайно погнуть а этого делать не стоит вентилятор также можно очистить с помощью сжатого воздуха используйте короткие пшики из баллончика чтобы вентилятор не вращался слишком быстро также обратите внимание чтобы между лопастями вентилятора охлаждения не оказалось каких-либо предметов надавливать на вентилятор также не следует еще один момент баллон с сжатым воздухом следует держать вертикально не переворачивая в противном случае на оплаты может попасть жидкий воздух что в свою очередь способны привести к повреждению электронных компонентов при чистке можно также использовать пылесос только в режиме легкого выдува легкого выдува также можно использовать различные кисточки в некоторых моделях ноутбуков присутствует несколько вентиляторов и радиаторов в данном случае достаточно повторить вышеописанные операции по очистке с каждым из них итак рассмотрим третий заключительный шаг нашего нашего мероприятия шаг 3 дополнительная чистка и сборка ноутбука после того как вы закончили с предыдущим шагом неплохо также сдуть пыль со всех остальных открытых частей ноутбука используя все тот же баллончик с сжатым воздухом или пылесос убедитесь что вы случайно не задели каких-либо шлейфов и других соединений в ноутбуке после чего поместите крышку на место и перекрутите ее вернув ноутбук в исходное состояние вот обращаю внимание обязательно проверить чтобы все шлейфы все соединения все разъемы на самой материнской плате были все на месте если вы боитесь что что-то сдвинете что-то передвинете обязательно сделайте снимок с помощью мобильного телефона или фотоаппарата именно процесс разборки разборки и процесс чистки перед процессом чистки обязательно съемочку сделайте снимите материнскую плату с помощью смартфона телефона чтобы при обратной сборке вы знали что все здесь должно стоять как вот на этом снимке в случаях когда болты скрываются за резиновыми ножками их приходится приклеивать вот эти резиновые ножки если это относится и к вашему ноутбуку обязательно сделайте это случаях когда вентиляционное отверстие находится снизу ноутбука наличие ножек обязательно они создают зазор между твердой поверхностью и ноутбуком для того чтобы обеспечить доступ воздуха в систему охлаждения после этого можно вернуть батарею ноутбука на место подключить зарядное устройство и проверить его в работе скорее всего вы обратите внимание что ноутбук стал работать тише и не так сильно греется если же проблема осталась а ноутбук сам выключается то возможно дело в термопасте или еще в чем-то вот в следующем видео я вам покажу как выполнить полную очистку ноутбука от пыли заменить термопасту и гарантированно избавиться от проблем с перегревом однако в этом видео в следующем видео там потребуется некоторые знания оборудования компьютера и если у вас их нет и описаны здесь способ не помог я бы рекомендовал обратиться в сервис цент или фирму который выполняет ремонт компьютеров и подводя итог вышесказанному скажу следующее в ремонте в чистке то есть наших ноутбуков не нам не надо бежать магазин и покупать именно баллончик с сжатым воздухом и так далее лучше всего применить простой пылесос желательно старый советский в котором есть отверстие выдува и туда можно подключить шланг и с помощью так сказать легкость другие струи воздуха можно повыдувать очень и очень много пыли из наших бедных ноутбуков также применяется кисточка простая и все в принципе больше там ничего такого не надо в режиме всасывания пылесос не справиться с пылью и грязью находящиеся в трудонаступных местах и только выйдув и только выйдув поможет нам избавиться от больших залежей пыли и грязи в наших пылес в наших ноутбуках так что используйте пылесос именно на выйдув с помощью всасывания мало что у вас хорошего получится следующем видео я расскажу более сложный способ чистки наших ноутбуков а пока что большое спасибо и до свидания